добрый день дорогие друзья ну что с вами сегодня хотел бы вам рассказать как можно из-под лещика леща и тарани сделать селедку вот мы все знаем что лещ хорош соленый копченый вот в виде селедки ну я про это узнал совсем недавно хочу с вами поделиться как это делает делается ну проблема всегда очистить рыбу чтобы не было чешуи смотрите что я делаю пакете очищу и вся чешуя остается в пакете не помню уже кто ну кто-то из женщин мне подсказал что она делает дома таки да лучше получается смотреть жабе чешуи знаю может быть кто-то рыбу после поимки сразу разделывает меня не получается приходишь с рыбалкой обычно уставший этом рыба поэтому я ее разделаю вот такой вот мороженое так пока я буду возиться с рыбы нам надо приготовить рассол что уходит рассол значит пол литра воды на пол литра воды две столовые ложки соли немножко гвоздики черный перец лавровый лист все это мы ставим кипятить продолжая заниматься рыбы она пусть кипит так бульонах закипел мы выключаем сейчас немножко остынет и добавим туда немножко уксуса добавляем туда две столовых ложки уксуса теперь бульон должен полностью остыть ты только после этого мы им зальем рыбу ну что пока рассолочи не готов я покажу второй способ как можно сделать селедку для этого я раздел леща порезала на кусочки и сейчас мы просто напросто его засолим как обычно солим рыбу обильно его засоливаем и оставляем вот так на сутки почему на сутки почему хватает суток потому что у нас рыба получается уже почищенная и просаливается она замечательно так все я накрою тарелкой и поставлю на нее так пока готовил второй способ принципе рассол наш уже остыла так теперь делаем селедку по первому способу опять же беру какую-то емкость и вода попала на дно кориандр 1 кладу нашу тараньку укладываю нашего подлещика я пересыплю кориандра сверху еще раз наших подлещиков да но как вы заметили я забыл сказать тушки все без головы и без перьев ну тараньки только оставил на маленькой там убежал вообще ничего не останется ну вот сейчас будем заливать сиропом я так само кстати для кота услышал что рыбой занимаюсь делать мне вырванные гуды уличная зараза подобрали теперь рыбу надо ему поварить еще и разделать все не горячее так наш бульончик остыл заливаем нашу рыбку опять какую-то возьму тарелку так ладно беру тарелку накрываю ее и опять же подгнет вот как видите оставляю ее просто в комнате даже не на лоджи никуда и подгнет ее и оставляю все это дело на сутки чтобы только катера не перевернула ну что прошли сутки в этой посудине у нас первый вариант это там где мы заливали рассолом вот это вот это у нас та которая была в соли значит что мы с этой делаем мы ее промываем промываем ее полностью от соли и оставляю ее на час отмачиваться в воде чтобы рыба дала всю лишнюю соль так вот эта гость отмачивается вот с вот этой мы сейчас будем разбираться надо смешать шкурку и и и и и и и и у меня дома что со свежей она снимается плохо что-то соленая она тоже снимается не ахти а ну что первое по первому способу блюдо нас готова нарезал лучок залив маслицем все первое блюдо готово ну я еще люблю уксус но мои не любят уксус поэтому вкус я сюда не льем сейчас смотрим что у нас осталось оставшуюся рыбку то что у нас осталось же не всю использую я переброшу меньше посудина и сливать им сироп поставим холодильник прошел час рыбка моя отмочилась снимая с нее тоже шкурку можно не снимать можно также забросить ее но потом когда и достаешь не приятно когда все-таки рыба без шкуры нужно готова у нас употребление и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...